Это Рикошет. Мы продолжаем программу. Гость этого часа, депутат окружного собрания округа РОК в штате Висконсин и ведущий канала Рашкин Репорт Юрий Рашкин. Юрий, мы остановились на проблемах и Трампа, и Республиканской партии. Я хочу заметить и поговорить вот о чем. Когда Дональд Трамп выбрал вице-президента Джей Ди Вэнса, его рейтинг, очевидно, пошел вниз. Там даже Fox News показывал некий графический рейтинг, когда президент или кандидаты в президенты выбирали вице-президентов. Насколько это придавало очков по экзит-полам. И Джей Ди Вэнс показали не то, что прибавил, а убавил очки у Дональда Трампа. Было написано минус пять. Но не только это. Для меня, я уже много раз говорил, отношение Дональда Трампа к Украине имеет огромное значение. Не дождался я ни на дебатах, ни после, да и ни до тоже каких-то значительных слов поддержки или какого-то плана озвученного. Я считаю, что плана в принципе нет. Хочу послушать ваше тоже мнение об этом. Почему все-таки, на ваш взгляд, Дональд Трамп выбрал Джей Ди Вэнса и почему же он так все время уходит от ответа по Украине? Очень интересный вопрос, Артем. Вы знаете, мне кажется, что несмотря на наши многочисленные, возможно, несогласия по разным вопросам, когда дело доходит до Украины, мне кажется, что наши интересы абсолютно совпадают. Это очень приятно. Выбрал Трамп Джей Ди Вэнса, потому что, с одной стороны, Джей Ди Вэнс является самым главным сторонником Трампа в Сенате. Трампа поддерживал просто целый список кандидатов, большинство которых не прошли, потому что они оказались слишком безумными. Но в Охайо, который стал республиканским штатом, когда Джей Ди Вэнс выиграл праймари, стало понятно, что он будет сенатором, и вот он стал сенатором. Он не особенно опытный сенатор, но он сенатор от штата Охайо. Поэтому, с одной стороны, взять его вице-президентом вполне легитимно. Но, с другой стороны, у него нет никакого опыта в политике, за исключением последних полутора лет. Это теперь традиция в республиканской партии, где, видимо, не уважают политиков. Это печально, это как в госпитале говорить, главное, что мы к нам, вы знаете, в медицинское образование второстепенно. Мы не доверяем вакцинам вообще. Поэтому я смотрю на эту комбинацию и понимаю, что, конечно, они не профессионалы. Ни Трамп, ни Вэнс. Поэтому у них и высказывания какие-то странные, и политика непонятная. Потому что, когда Джейди Вэнса критикуют за то, что он обвинил в том, что против него и против Трампа бездетные женщины с кошками, бездетные кошатницы, это такая глупость и тупость, и политические... Ну, знаете, кошки все-таки вещь популярная. И просто атаковать кошек. При этом этот человек, который сам носит макияж и выглядит слегка странновато, жена у него и индианка из Индии, и дети у них как раз вот тех смешанных распор, которые так беспокоился непонятно то ли белый, то ли оранжевый Трамп. Поэтому это все как-то, вы знаете, это перечит самому себе. И тот факт, что Джейди Вэнс до этого имел абсолютно противоположные позиции, которые он полностью поменял, с одной стороны, я думал и думаю, что, знаете, его паства Трампа схавает и не такое. А с другой стороны, все-таки опросы говорят, что не схавают. Не хотят они Джейди Вэнса. Вот у нас здесь, в Висконсине, достаточно много все-таки надписей в огородах за Трампа. И я вам скажу, во-первых, я вижу, что эти надписи, они стоят ближе к дому. Такое ощущение, что они в оборотнительной позиции. Обычно вот эта надпись, она стоит где-то ближе к дороге. А они как-то ее ближе к окошку к дому ставят. И так, чтобы она как-то вот на улицу смотрела. То ли, я не знаю почему, что там, какая методичка у них прошла, но это необычно. Боятся, что атакуют. Вот, ну, что-то в этом есть. А второе, я не вижу на этих надписи имени Вэнса. Там только Трамп. И Джей Ди Вэнс сейчас это понял, потому что ему говорили заранее, посмотри на что произошло с прошлым вице-президентом у Трампа. Чего ты туда рвешься? И он, с одной стороны, как же, ну это же такая вообще позиция, вице-президент Соединенных Штатов. А с другой стороны, выясняется, что сейчас по ходу дела, если у Трампа пойдут дела плохо, то кого будут винить? Ну, не Трампа же, значит, Джей Ди Вэнса. Поэтому ему как бы он приготовится, и он тоже встал в оборонительную позицию и заявляет, что я вообще считаю, что вице-президент не имеет никакого значения. Что я согласен с Дональдом Трампом, что все дело только в кандидате в президенты. Более того, сам Трамп на конференции в Чикаго сказал, отвечая на вопрос о значимости вице-президента, он сказал, что люди голосуют не за вице-президента, люди голосуют за меня. То есть вот это уже позиция вице-президента, что он где-то там, как собака, которая, ну, хорошо, что она есть. Но это не спасет Джей Ди Вэнса от того, чтобы на него повесили всех собак в случае проигрыша Трампа. Поэтому Джей Ди Вэнс может стать тем козлом отпущения для республиканской партии, если у Трампа дела не пойдут. Поэтому я смотрю на Джей Ди Вэнса и думаю, что, опять же, он не увеличивает шатер. Так же, как сейчас Камел и Харрис в противоположном смысле очень осторожно отбирают кандидата, вице-президента, чтобы это был человек, который помог ей избирательной кампании. И, понимаете, она, например, можно сказать про нее, что она либерал и неопытная. А мы добавим к этому Джоша Шапиру, губернатора Пенсильвании, который является и опытным, и центристом. И получается хорошая комбинация, которая понравится, скорее всего, большинству избирателей в Соединенных Штатах. А Дональд Трамп посмотрел на ребят, на своих детей, которые ему сказали, бери Джей Ди Вэнса. Он посмотрел на этих технологических ребят из Силиконовой и Кремневой долины, которые дают ему большое количество денег, которые решили, что у них какие-то там дела с криптовалютой. И они вложили, сказали, что, видимо, будут большие вложения в Трампа, если он возьмет Джей Ди Вэнса. Мы все помним, как Илон Маск предлагал в какой-то момент 45 миллионов долларов избирательной кампании Трампа. Это все шло вместе с Джей Ди Вэнсом. Но когда выяснилось, что Джей Ди Вэнс не помог, что весь корабль начинает, как бы, вода просачивается, и Илон Маск сбежал, и у других людей, как бы, они разошлись. Но Джей Ди Вэнс остался, и он является таким, с одной стороны, олицетворением того, что Дональд Трамп считает является трампизмом. То есть воинственный изоляционизм. Это изоляционизм, который, знаете, нас не волнует ни Украина, никто, их не только ни Украина не волнует, их вообще ничего не интересует, ничего за пределами наших границ. И это очень опасная, естественная ситуация, в первую очередь, для Украины. Но вот это является сущностью трампизма. Там есть слегка вариации по поводу Израиля, но когда дело доходит до Украины, до НАТО, до Европы, до Путина, там все очень однозначно у Джей Ди Вэнса. Вы знаете, мне не совсем понятна еще позиция так называемых наших людей, вот в частности наших даже слушателей и телезрителей, которые, понимая позицию Дональда Трампа, принимают ее, я имею в виду позицию по Украине. Они понимают, когда он говорит, будет масштабная депортация, все это прекрасно понимают, кто тоже войдет в эту депортацию. Это все участники вот этой программы You4You, все, что создано для Украины, все они будут отправлены обратно. Война будет закончена путем принуждения Украины к потере территорий, предательство это. И затем эти же люди будут отправлены. Они не понимают этого? Понимаете, я очень рад, что вы меня об этом спрашиваете, потому что это нужно об этом говорить, потому что какой-нибудь человек, который считается в Америке специалистом по Восточной Европе, по демократии, Тимоти Снайдер, пишет о том, что, знаете, в Пенсильвании 1% населения, это украина, американцы, у них это американцы с украинскими корнями, в Мичигане это полпроцента. Если бы эти люди, говорит Тимоти Снайдер, проголосовали за Байна и за Харрис в данной ситуации, то они бы спасли Украину, потому что голосовать за Трампа, это голосовать за, в принципе, уничтожение Украины. И он как бы говорит, вот видите, какая большая сила у людей из Украины. Они могут иметь такую, так сказать, полпроцента, но это ключевые полпроцента. Мне кажется, что господин Снайдер не понимает, с кем он имеет дело, потому что люди из бывшего Советского Союза, знаете, с одной стороны, есть элемент вождизма, когда люди ищут вождя, вокруг которого можно сплотиться. Это выглядит знакомо. С другой стороны, есть слегка, видимо, элемент расизма, куда идут черные, и хорошо, я иду в другую сторону. И это как бы печально, потому что это вредит самим себе. Но вот наши люди, так сказать, будут всегда... Видимо, они исторически решили, что республиканцы это партии сильных, значит, нужно быть республиканцами. А тот факт, что демократы не только поддерживают Украину, но и поддерживают социальные программы, на которых живут пенсионеры русскоязычные, это все идет через демократов. Если приходит власть и Трамп, то они хотят избавиться от пенсии, от всего социальных программ, потому что все это вредит богатым людям разобрать систему на части и еще обогатиться. Но это как бы детали. Проще всегда казалось, мы всегда голосовали за республиканцев, они силы, демократы слабые, коммунисты, социалисты. При этом мы понимаем, что это не имеет никакого отношения к реальности, потому что демократы, например, просто поддерживают Украину, а республиканцы просто изоляционисты, они не поддерживают Украину. Ну, это вот элементарно, если для вас это важно. Но когда люди говорят, вы знаете, мне не важно, если к власти придет Трамп и будет высылать, он никого не вышлет, это будет, знаете, затянется, система его сдержит. Вот такого типа заявления, а в это время мы сэкономим на наших налогах или что-то больше заработаем и при этом получим какие-то, знаете, мемы, мемасики и эксы и твиты от Трампа и хотя бы... Ну, знаете, сейчас они говорят о том, что у Дональда Трампа на самом деле есть какой-то секретный план по Украине, по спасению Украины, по победе Украины, который он реализует еще до вступления в должность за 24 часа. Вот они убеждены, что такой план есть. Я уверен, что они убеждены, потому что им очень хочется, чтобы такой план был. Но Дональд Трамп обещал Соединенным Штатам избирать много разных планов, которых он никогда нам не показал. Например, как он собирается реформировать нашу систему здравоохранения. Он так долго боролся с государственной страховкой, которую мы получили благодаря президенту Обаме, и в результате что? В результате он не мог ничего другого предложить, и у нас эта система продолжает быть. Или, например, его вариант с абортами, когда он боится взять на себя ответственность за аборты, потому что он понимает, что это проигрышная политическая позиция, и он говорит, каждый штат сам за себя. То есть это человек, который всех бросает. И когда Виктор Орбан приехал и сказал после разговора с Трампом, что Трамп сказал, что после победы не цента Украине, все очень понятно. Трамп просто, так же, как он остановил помощь Украине уже на полгода, он просто остановит помощь Украине и скажет, договаривайтесь сами. Вам нужны территории, это ваша проблема. А если Украина не может договориться, то это будет вина Украины. Так же, как когда Трамп проиграет, это будет вина несчастного Джей Ди Венса, который абсолютно влез, ну вот получил по заслугам. Но Украина здесь при чем? Поэтому вот такая поддержка безумная республиканцев в надежде, что у Трампа есть секретный план, это какой-то такой инфантилизм в ожидании Деда Мороза. Мне кажется, что это просто не основывается на реальности, но люди верят. Люди всегда голосовали за республиканцев, все вокруг голосуют за республиканцев, все знакомые голосовали за республиканцев. Как же так может быть? А вы понимаете, республиканская партия, это уже не ТАПа, это не партия Рейгана. Но вот нет, это и все. Там есть рейгановские люди, так сказать, те, кто верят в то, что Америка должна играть всю сильную роль, но они не делают погоды в республиканской политике, ну никак. И Ники Хейли, которая вроде бы представляла эту позицию, первым делом на съезде сказала, главное, я поддерживаю Дональда Трампа. То есть вот такая сейчас республиканская партия. И поэтому, когда, например, спрашивают даже молодежь, которая была недовольна Байденом, будут ли они вместо него голосовать за республиканцев, выбор говорили на самом деле между Байденом и Диваном. Потому что за республиканцев молодежь голосовать не хочет. Это тоже, в общем-то, печально, но я понимаю, что молодежь, может, они ничего не знают. Но, с другой стороны, я знаю, что Джей Ди Вэнс и Диван – это отдельная комедия, которую теперь мы, значит, обсуждаем, есть ли у Джей Ди Вэнса были сексуальные отношения с Диваном или нет. Вот, как бы, сравнение разных партий. — Юрий, есть несколько минут еще. Все-таки хочу поговорить о компании Камал и Харрис, в частности, о выборе вице-президента. Вы уже обозначили там некоторые точки, да, как можно сказать. И на ваш взгляд, кто может быть этим человеком? Ну, в частности, я бы сказал, наверное, упомянул двух фигур. Это губернатор Пенсильвании. Как мне кажется, это очень выгодно, может быть, я ошибаюсь, чтобы взять Пенсильванию, выгодный кандидат. А второй – это министр транспорта Бутиджич, не очень, с моей точки зрения, выгодный кандидат. Тем не менее, его очень сильно, я вижу, обсуждают последнюю неделю в соцсети «Экс». Как вы считаете, что происходит и чем это закончится? Я думаю, что это интересная такая драма, которая в определенном смысле разыгрывается для того, чтобы посмотреть на нашу реакцию. Потому что, в общем-то, уже достаточно понятно, что когда первое совместное ралли уже назначено, и оно будет во вторник, и оно будет в Филадельфии, штат Пенсильвания, то трудно представить, что там будет сенатор из Аризоны, например, Марк Келли, который прекрасный был бы кандидат, вице-президент и астронавт, у него жена, конгрессменка, еврейка, кого это интересует, пережила попытку убийства, героическая история, прекрасный человек, военный летчик. Но если он становится вице-президентом, то тогда демократы теряют место, возможно, сенаторское место в Аризоне. Это проблема. Соответственно, Марк Келли летит сейчас, он в Вашингтоне для последних интервью с Камалой Харрис. Пит Буриджич, он просто, как его называют, самым лучшим политическим спортсменом-атлетом в Америке. Он бесстрашный оратор, который, с одной стороны, в общем-то, он был мэром города, потом стал министром транспорта, так он себя зарекомендовал в избирательной кампании президента в 2020 году. И у него великое будущее, я думаю, политическое. Но, видимо, еще не в этом году он туда не попал. Есть, например, Энди Башир из Кентакки, который очень популярный демократический губернатор в Красном Республиканском штате. И, соответственно, поскольку Кентакки не проголосует за Камалу Харрис, скорее всего, то Энди Башир это приятно, но это не помогает перетащить на свою сторону никакой штат. Хотя гарантии тут тоже нет. Есть очень популярный губернатор Миннесоты, Тим Уолтс, который, ну, просто прекрасный парень. Вот когда на партии все, видимо, явно вокруг него, у него, значит, язык, шутки, прибаутки. Он бывший преподаватель, учитель в школе был. И он придумал называть республиканцев и Трампа странными, weird. Это вот приклеилось. И теперь все, так, значит, эти странные республиканцы. У него, значит, вдруг его акции пошли вверх. И он тоже сейчас, видимо, в Вашингтоне встречается с Камалой Харрис. Но самый вероятный кандидат это губернатор Пенсильвании, Джош Шапиро. У него одни плюсы. Есть, конечно, минусы. Давайте быстро пробежимся. У него плюс, потому что он невероятно популярный губернатор Пенсильвании. У него поддержка 61%. Для политика сегодня это необычно. Ему 51 год. Он был раньше генеральным прокурором штата Пенсильвания. Человек опытный, человек-центрист. Ну, просто и, скорее всего, за ним пойдет его штат. Поэтому он добавляет Камалой Харрис. Он оба генеральные прокуроры бывшие. Единственные у него минусы, которые сейчас выплескиваются и обсуждаются. Потому что это то, что делается. Когда мы вначале даем как бы новость, мы ее обсуждаем. Если ничего не происходит, то тогда эта новость становится официальной. Так же, как президент Байна вначале сказал, что он снимет свое имя, снимается с гонки. А потом, когда все пошло очень-очень хорошо, через там пару дней он сделал официальное заявление, и все было еще даже лучше. Поэтому сейчас мы знаем, что это, скорее всего, будет Джош Шапиро. Но у него проблемы, потому что его критикует левое крыло за его слишком сильную поддержку Израиля. И за его выступление против антисемитизма. То есть, опять же, если его возьмут в вице-президенты, я хотел бы посмотреть на наших евреев из бывшего Советского Союза, которые будут голосовать против евреев Шапиро, вице-президенты, которые за Израиль, против антисемитизма, чтобы поддержать, ну, вот это рыжее чучело. Но, возможно. И, опять же, он встал на пути у профсоюза учителей в Пенсильвании, что является большим шагом, потому что это ключевая часть демократической коалиции. Но, видимо, решили, видимо, компания Харрис решила, что это стоит того, что даже если они потеряют какое-то количество молодежи, если они потеряют какое-то небольшое, скорее всего, и учителя все равно придут и проголосуют за Камалу Харрис, потому что это очень круто. И сейчас, кстати, появился сенатор Феттерман из Пенсильвании, который его люди связали с Камалой Харрис и дали ей знать, что вы понимаете, Джош Шапира, которого они знают, у них, значит, оба политики из Пенсильвании. И сенатор говорит, вы знаете, губернатор, он такой, думает о себе, он очень политически настроенный, вы должны знать об этом, госпожа Харрис. То есть всю грязь на него сейчас сливают. Если он из этого выйдет, вроде бы должен выйти нормально, пока никакой вроде бы... В конце все сводится к тому, что кого бы Камала Харрис не выбрала, демократы согласны, потому что они знают, что это будет приличный выбор, и это будет делаться все для того, чтобы победить на выборах. Поэтому если Камала Харрис выберет Пира Бузиджиджа, то я буду очень рад, будут политики, которые будут недовольны этим, но все равно битва, так сказать, политическая будет, и у Камалы Харрис сейчас прекрасные шансы. Но если она хочет усилить свои шансы, то Джордж Шапира является, видимо, неоспоримым плюсом сейчас для нее. Юрий, в завершении хочу сказать вот о чем. Наши телезрители, как мне кажется, скажут, Артем, позвал в студию мужика с красными ногтями, который, собственно, призывал и объяснял нам, почему мы должны голосовать за демократическую партию. Знаете, я вам отвечу на этот тогда очень интересный вопрос. Мы просто с вами до эфира, вы мне сказали, что дочь накрасила ногти, мы не пояснили это нашим зрителям. Потому что я, знаете, я достаточно самоуверенный человек, и я не марширую с другими. Я иду своей собственной дорогой, я живу в Америке. И поэтому как-то, ну вот, ну девочке было приятно, прекрасно. Значит, разберемся. Главное, мне кажется, любовь. Спасибо большое вам за то, что нашли время и присоединились к нашей программе сегодня. Это был депутат окружного собрания «Округа Рог» в штате Висконсин и ведущий канала «Рашкин Репорт» Юрий Рашкин. Спасибо. Спасибо вам. Мы возвращаемся и продолжаем «Рикошет» в эфире «Дэвидзон Радио» и телеканала «РТН». Вот в минувшие выходные буквально абсолютно случайно попал на какое-то обсуждение в Фейсбуке, где люди обсуждали наши программы, и в частности нашу программу «Рикошет», и говорили о гостях, о том, что мы здесь обсуждаем. Было приятно увидеть таким образом людей, которые слушают нас, находясь в автомобиле, когда едут домой с работы. Вам привет, кстати. И в этом обсуждении говорили о том, что неплохо было бы позвать в нашу программу некоторых гостей, ну, в частности, Юрия Рашкина. Ну, почему бы и нет. Депутат окружного собрания «Округа Рок» в штате Висконсин и ведущий канала «Рашкин Репорт» Юрий Рашкин сегодня с нами. Спасибо большое за то, что нашли время присоединиться. Спасибо вам, Артем, и спасибо вашим зрителям и слушателям, которые не только ведут машины и слушают вас по дороге домой, но еще участвуют в дискуссиях в соцсетях и предлагают мое скромное имя как потенциального гостя. Хотят услышать, да, вас хотят услышать, послушать ваше мнение. Юрий, вот в первом часе мы остановились на теме. Я думаю, что давайте, наверное, с нее начнем, и оттуда уже пойдем дальше и дальше. Мы говорили о том, как Камала Харрис может ли разбить треугольник, я имею в виду Россию, Иран и Китай. Ничего об этом лично я не слышал, поэтому наверняка, может быть, вы слышали какие-то речи, упоминания, программные заявления и так далее. Что-то есть по этому поводу, чтобы составить эту картинку? Какое у компании Камалы Харрис отношение к этому треугольнику? Интересный вопрос, потому что теперь, когда мы видим, что Камала, не Камала, а Камала Харрис является, но она получила достаточное количество депутатов, так что она делегатов, так что она официально заручилась поддержкой и будет кандидатом от демократической партии, мы сразу теперь видим, что ситуация поменялась и стала иметь смысл обсуждать возможные действия администрации Камалы Харрис. И в каком-то смысле надо не смотреть слишком далеко и понимать, что в конце концов для демократов, которые сейчас очень, как сказать, в хорошем настроении и чувствуют, что ветер нам в паруса, и сейчас как бы мы неостановимы, но это такое ощущение, которое надо в конце концов его донести до выборов, чтобы люди пришли и проголосовали, и тогда вот, значит, если все пойдет так, как по плану, как сейчас идет, то, допустим, у нас будет президент Камала Харрис. Что это означает для будущего Соединенных Штатов? С одной стороны, трудно предсказать на 100%, потому что мы этого еще не видели, этого еще не происходило, мы не знаем, как противостоять администрации Харрис, будет Путин, Си Дзин Пин и все остальные диктаторы, а с другой стороны, как работать будут демократии, что будет происходить, что будет на выборах и так далее. Но мы уже видим, что политика это люди, и люди, которые будут назначены на оппозиции, будут определять направление администрации, и для тех, кто с одной стороны был недоволен Джейком Салаваном, например, или доволен Энтони Блинкеном, или доволен, или я не знаю, какие чувства у людей по поводу Ллойда Остина, все эти люди будут заменены на других, потому что так работают, в следующей каденции будут другие люди. Вопрос, кто будут эти люди, какого типа у них будут настроения, мы еще четко не знаем. Пока что мы видим, что человек, который, скорее всего, будет советником по национальной безопасности, это тот человек, который является сейчас советником по национальной безопасности у вице-президента Харрис, соответственно, у него самый хороший шанс оказаться советником по национальной безопасности у президента Харрис, это человек по имени Филипп Гордон, так что у нас, понимаете, может быть два Шапира, два мира, два Шапира, Шапира вице-президента, это из Шапира там в Москве, а с другой стороны у нас может быть советник по национальной безопасности Гордон. Так что два или три Гордона, в общем, популярные фамилии. О чем это говорит? Ни о чем особенно хорошем. Я на самом деле здесь не вижу никаких, в общем-то, особенно хороших признаков. Потому что пока что нет ощущения, что мистер Гордон будет более активен, чем мистер Саллван. Потому что задача у них такая, что они должны заниматься национальной безопасностью Соединенных Штатов. Это не национальная безопасность России, не национальная безопасность Украины или Израиля. Это национальная безопасность Соединенных Штатов и всех остальных стран, как они участвуют в том, чтобы помочь Соединенным Штатам с нашей безопасностью. Такова задача советника по национальной безопасности. Вот просто вот работа такая. Знаете, вот как пожарный, который должен прийти и проверить, что у вас все, вот, код, инспектор, это вот я так вижу советника по национальной безопасности. И, к сожалению, я вижу, что человек, который, господин Гордон, может быть еще более консервативным, чем Салован. Это означает, что? Это не означает, что Трамп лучше, потому что Трамп, в принципе, идет в противоположном направлении, и позвонил, и поздравил Владимира Путина с обменом этих заключенных. Поэтому тут просто все однозначно. Но ситуация такова, что сейчас, возможно, мы увидим активизацию американской внешней политики под президентом Байденом, который, во-первых, не думает уже о том, что ему нужно делать для того, чтобы переизбраться. В принципе, внешняя политика не играет большой роли на выборах в Соединенных Штатах, но это отнимает время. И теперь, значит, для того, чтобы избираться, для того, чтобы заниматься, ему не нужно делать две работы. Президент Байден может делать, во-первых, одну работу, и он может сделать намного больше, потому что теперь вопрос для него, как его будут помнить, как мы будем думать про президента Байдена. И часть этого мы видим, потому что уже обмен заключенными говорит о том, что президент Байден настроен достаточно решительно тому, чтобы провести последние несколько месяцев своей каденции. После этого мы знаем, что, в принципе, демократическая политика будет постоянной. В том смысле, что не будет какого-то... Юрий, да, прошу прощения, что перебиваю. Коль уж мы говорим о каких-то решениях сейчас, то сразу вопрос. Вот буквально в последние недели, например, наблюдаю, ну, помимо того, что вы сказали, обмен заключенными. Мы видим внутренние какие-то вещи, которые происходят. Например, в Калифорнии губернатор Ньюсом решил зачистить все эти кемпинги, так называемые, да, с бездомными людьми на улицах. Этого решения ждали люди годами, если не десятилетиями. Это огромное количество бездомных, которые просто, ну, превратили Калифорнию непонятно во что. И, наконец, это решение, вот, казалось бы, принято, и оно, очевидно, под выборы идет. Вот, на ваш взгляд, вот, это решение, и в том числе, кстати, обмен заключенными, может быть, что-то еще. Это все, например, да, опять же, еще один пример. На границе, ограничение количества проходящих границу, просящих убежище. Это все идет из-под администрации Байдена? Или уже можно предположить, что какие-то из этих решений толкаются, что называется, ну, какой-то компанией Харрис? Я думаю, что то, что интересует сейчас компанию Харрис, это выиграть выборы. Когда мы говорим про то, что происходит на границе, это не является, это действие президента. Президент сейчас ограничил поступлением перехода границы. Сейчас, как обычно, Трамп говорит про проблемы, а Байден их решает. Мы видим, что, как вам сказать, а то, что происходит в Калифорнии, мне кажется, что, возможно, может быть связано с калифорнийскими внутренними проблемами. Но Калифорния все равно проголосует за демократов. Поэтому сделать здесь какой-то вид, что это какая-то помощь Камел и Харрис, что-то с бездомными в Калифорнии, ну, это как-то такое интересное, как цепочка. Они что, теперь проголосуют за демократов, а до этого они за демократов не голосовали? Нет, просто Калифорния – это невероятно популярное место, где много людей хотят жить. Но это означает, что из-за климата у них там также достаточное количество бездомных. И это проблема, которую они решают. Но при этом русскоязычные из Калифорнии, в общем-то, продолжают жить в субсидированных домах. И, наверное, занимают дома, места, которые могли бы получить американцы, бездомные. Но там живут как бы русскоязычные, занимают места. Да, но, как вы понимаете, демократия, и мы гуманитарная страна, поэтому заботимся о всех так, как можем. Но я думаю, что Гавен Ньюсом, по крайней мере, как я могу сказать, что я могу сказать? Я не вижу, каким образом граница связана с Камел и Харрис, и Гавен Ньюсом связан с Камел и Харрис и в национальной политике. Ну, по-моему, это общее впечатление, когда мы уже об этом, допустим, говорим, и люди об этом знают, слышали и говорят «О, наконец-то!». То есть, все равно это играет определенную роль. Понимаете, когда вы развили определенную повестку, и вы видите, что на нее есть какая-то реакция, это приятно, но это не связано с национальными выборами, это просто абсолютно разные вещи. Хорошо. Я хотел бы поговорить о встрече Дональда Трампа, о выступлении Дональда Трампа в Чикаго на прошлой неделе, когда он выступал перед несколькими сотнями членов Национальной ассоциации чернокожих журналистов, где, собственно, заявил, что вице-президент Камела Харрис случайно почернела. «Случайно почернела несколько лет назад, после того, как внезапно изменила свою личность», сказал Трамп. И очевидно было, что разговор как-то не заладился сразу. Одну из журналисток он обвинил в том, что она задала ужасный, грубый и позорный вопрос, как он сказал, когда довольно прямолинейно она поинтересовалась, что он сделал для чернокожих американцев и почему, собственно, они за него должны проголосовать. Давайте посмотрим, как это было. Господин президент, мы очень ценим, что вы выделили нам целый час своего времени, и я хочу начать с самого важного. Многие люди считают, что ваше присутствие здесь сегодня неуместно. Вы распространяли ложные заявления о некоторых своих соперниках, от Ники Фейли до бывшего президента Барака Обамы, утверждая, что они не родились в Соединенных Штатах, что не соответствует действительности. Вы сказали четырем цветным конгрессвумен, которые были гражданками Америки, чтобы они возвращались в страны, откуда они приехали. Вы использовали такие слова, как «животные» и «хищники», чтобы описать темнокожих окружных прокуроров. Вы атаковали темнокожих журналистов, называя их «неудачниками» и утверждая, что их вопросы, цитата, «глупые и расистские». Вы ужинали с белым супремасистом в своем резорте Мар-Э-Лага. Мой вопрос заключается в следующем. Теперь, когда вы ищете поддержки чернокожих избирателей, почему они должны вам доверять после того, как вы говорили все это? Ну, во-первых, еще никто не задавал мне вопрос в таком тоне. Вы ведь даже не поздоровались и не спросили у меня, как дела. Вы из ABC? Потому что я считаю их фейковыми новостями. Ужасная сеть. Это позорно. Я пришел сюда с хорошим настроением. Я люблю темнокожее население этой страны. И я сделал очень много для чернокожих. Ну вот, что самое интересное, мы можем тоже это видеть. Когда только Дональд Трамп пришел на сцену, они с ведущей пожали друг другу руки и поприветствовали. То есть, действительно, она сказала ему «хэллоу», если это так принципиально. Но, как я уже сказал, на этой встрече приняли Трампа совсем нерадушно, и он пытался все время уходить от ответов, как-то не складывалась его речь. Там же он заявил, что Камала Харрис почернела внезапно, вот как это было. Она всегда была индийского происхождения, и она всего лишь продвигала индийское наследие. Я не знал, что она черная. Пока несколько лет назад она случайно не стала черной. Она индианка или чернокожая? Ну и на это был ответ Камал и Харрис. Тоже, я считаю, чтобы дополнить всю картину, послушаем мы его. Мы все хорошо помним, какими были те четыре года президентства Дональда Трампа. И сегодня мы получили еще одно напоминание об этом. Сегодня днем Трамп выступил на ежегодной встрече Национальной ассоциации чернокожих журналистов, и это было то самое старое шоу. Раскол и неуважение. Позвольте мне лишь сказать, что американский народ заслуживает лучшего. Мы заслуживаем лидера, который понимает, что наши различия не разделяют нас. Лидера, который не реагирует враждебностью и гневом, когда сталкивается с фактами. Ну вот, пожалуйста, я хотел бы, чтобы вы, Юрий, прокомментировали то, что было, потому что из того, что я видел в американских медиа, особенно Fox News, там развели непонятную историю об этом. В общем, да, пожалуйста, ваш комментарий, как вы видите то, что произошло, вообще насколько адекватны слова Дональда Трампа в данном ключе? Ну, я не мог слышать то, что вы сейчас сыграли, я видел, но я слышал это заявление, когда Дональд Трамп выступил на ассоциации чернокожих журналистов, и это вписывается в общую картину саморазрушения Дональда Трампа. Он чувствует, что, с одной стороны, что он проигрывает, у него и пути обратно нет, впереди у него только то ли Ростов, то ли тюрьма. И он пошел в разнос, у него очень мало времени для того, чтобы вылить всю грязь на своего политического оппонента, у него нет времени, поэтому он решил вбросить в Камел и Харрис все, от ее цвета кожи до того, что она женщина, и просто по всем причинам пытаться ее раскритиковать, как он делал с Бараком Обамой, как он сделал с Джо Байденом, которых он критиковал годами. Но когда он это делал годами, то это как-то нарастало, люди привыкали к тому, что он это говорит. А с Камел и Харрис у него не хватает времени, у них хватит времени для того, чтобы облить ее количеством грязи, хотя сейчас он пытается сделать. Демократы, более того, даже шутят, что нужно менять просто демократического кандидата раз в неделю, чтобы Дональд Трамп не успевал разобраться, что происходит. Потому что демократы, главная цель – это победить на выборах. А для Дональда Трампа это главная цель – для него победить на выборах. Неважно, что хорошо для республиканской партии. С его точки зрения, республиканская партия – это и есть он. Поэтому, когда он выкатил эти абсолютно безумные обвинения по поводу того, какого цвета является Камел и Харрис, и какого цвета она себя идентифицирует, он абсолютно залез не в то болото. Он, как сказал республиканский стратег Скотт Дженнингс, Трамп абсолютно обделался в кровати. И теперь только вопрос, если он будет в этом кататься или если он захочет простыню поменять. Но он решил, Трамп, что и, видимо, тут он может возбудить всех, потому что про него долго не говорили. Но это саморазрушение Трампа – это ведь не только то, что он решил поспорить цвет кожи женщины, у которой мама – ученый-биолог из Индии, а папа – профессор-экономист Стэнфордского университета из Ямайки. Это просто часть его безумия Дональда Трампа. Вторая часть – когда он поздравил Путина на ралли. Третья часть – когда он атаковал губернатора Джорджии, популярного республиканца, за то, что он недостаточно лоялен Трампу. То есть он сам себе вредит и строит гражданскую войну среди республиканцев в Джорджии. То есть они теперь в ужасе боятся, что теперь Камела Харрис выиграет Джорджию, потому что Трамп решил напасть на популярного губернатора. Но Трамп пошел в разнос. Ему абсолютно все равно, что произойдет, кто сгорит с ним. Он не хочет попасть в тюрьму. А для этого ему нужно поведеть на выборах, или, по крайней мере, выглядеть, как будто он серьезный кандидат. А так как он себя ведет, и так как себя ведет компания Камела Харрис, вот эти его обвинения по поводу ее цвета кожи, его высмеяли, у него была поддержка черного населения, когда кандидатом от демократов был Джо Байден. А теперь эта поддержка улетучилась. Частично потому, что Камела Харрис является хотя бы частично черной женщиной и идентифицирует себя как черной женщиной, и черные люди считают ее черной женщиной. А частично потому, что Дональд Трамп невероятный отморозок и не понимает, когда нужно прекратить оскорблять людей. Но это вот приведет к соответствующему результату. Сегодня мы узнали о том, что Федеральный суд, который курирует дело против Трампа о вмешательстве в выборы в 2020 году, назначил слушание на 16 августа. Я напомню, что это дело приостановлено было после вынесения, после постановления Верховного суда о том, что у президента США есть абсолютный иммунитет от уголовного преследования за те действия, которые, собственно, глава государства совершает в рамках своих конституционных полномочий. Кроме этого, это произошло после заявления Джо Байдена о том, что никто не может быть выше закона. Как вы считаете, это действительно влияние Джо Байдена и его речи оказало какое-то давление на суд, может быть? Или как-то получилось, что то, что было заморожено, сейчас опять дало ход? То, что сейчас происходит, это уточнить, что сказал Верховный суд, это то, что они сказали, что теперь судье Чаткину в Вашингтоне DC нужно разбираться с каждым доказательством и разбираться, если эта улика относится, может быть, использована в суде или нет. Потому что если это сделано как часть его службы, как президент, то тогда нельзя. И вот сейчас они будут каждую улику обсуждать, видимо, и решать, есть ли это право быть на суде. Сказать, что это означает, что теперь про Трампа в суде не будут говорить и что его дело не будет разбираться, это ошибка. Теперь им будет, вот он опять же, он мог это с одной стороны решить, с другой стороны мы знаем, что для Трампа главное затянуть. И вот этот момент затянуть, сейчас для него так выглядит, что он оказался прямо перед выборами и сейчас будет продолжаться, длиться, у него должно быть, например, вынесение приговора ему по делу, должно быть все еще в сентябре. Так что у Трампа достаточно проблем в судах, он в судах, как в шелках. А в это время президент Байден действительно пытается использовать свое оставшееся время, чтобы, по крайней мере, дать направление для страны, потому что нам нужно что-то делать с Верховным судом, потому что они потеряли всю подотчетность, и они радикализировались. И теперь у нас ситуация, когда у нас есть пожизненный суд, и там сейчас люди, которые абсолютно не выражают настроения американского народа. Поэтому мы видим, как когда Верховный суд принял сторону республиканцев, например, в вопросе конституционного права на аборт у женщин, то после этого республиканцы стали проигрывать на выборах политически, потому что Верховный суд взял политическую сторону и проиграл. Но Джо Байден говорит, что с этим нужно сделать. Он хочет, чтобы был 18 лет лимит. Это очень, ну как, это здравый смысл. Сколько 18 лет, мне кажется, вполне достаточно. Но это означает, что тогда два судьи, Робертс, Алито, два очень консервативных судьи могли бы оказаться под угрозой того, что им пришлось бы покинуть. Это большие перемены, это длинный процесс. Возможно, как говорит Линдзи Грэм, это все погибнет в Сенате, потому что там нужно 60 голосов, но про это нужно говорить. Это важно, потому что это ситуация, которая говорит о том, что мы, как избиратели, не имеем последнее решение здесь, потому что Верховный суд может поставить президента выше закона. Это недопустимо, и поэтому нам нужен и теперь конституционная поправка, чтобы это исправить, и лимиты на срок судей, чтобы мы могли как-то иметь суд, который отражает настроение в стране. Юрий, сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой вернемся и продолжим программу.